Ну, насчет шоу-бизнеса и вообще сцены как таковой, неважно, телевидение, радио или концерт, я хочу сказать, что святое место пусто не бывает с точки зрения сцены, хотя это не святое, конечно, место, это предполагаемое обстоятельство, это лицедейство в полной мере. Мне повезло в том плане, что не было компьютеров, не было фонограмм. И мы тогда воспитывались, и нельзя было прийти без искусного владения ремеслом, музыкантским, вокальным. Записывали на всесоюзной студии мелодии с начала до конца, никаких кусочков и так далее. Компьютер в этом юном поколении, он людей убедил в том, что не надо учиться музыке. Можно сказать удачно одну фразу, потом ее переписать, потом еще подкорректировать. Есть такие специальные автотюны, которые все это делают, ставить на место ноты, добиваться ах, нет, не так, ах, и вот на 30 раз ах. А в это время песни 5 минут. То есть ушла профессия исполнительского мастерства. Это первое. Второе. Телевидение, когда в нулевые годы пошла коммерциализация вообще в принципе индустрии шоу-бизнеса, она научилась зарабатывать на этом. Но дело в том, что зарабатывать на звездах не очень получится, потому что они уже маститы, и они не будут бесплатно бегать, чтобы телевидение зарабатывало. Они набрали своих артистов. Значит, критерии подбора были какие? Картинка, яркая, не похожая ни на кого внешность, и какой-нибудь тембр или голосок, какая-то фишка. Вот эта фишка, так называемая, она определила, будешь ты там или не будешь. Но дело в том, что среди вот этих тысяч молодых девушек и молодых людей не было, ну, единицы были музыканты и люди, которые с судьбой предначертано ему путь в искусство, в музыку. А потом не было борцов, не было воителей, не было упрямства победить. И в результате отсюда, естественно, статистика 99% людей, которые существовали на телевидении пока контракт, а потом они куда-то деваются. Ну, они кто-то придумали, что они уже звезды, они не хотели уйти уже просто на какие-то другие профессии. Они стали петь в кабаках, делать свои программы, группы. Кому-то удалось что-то создать, но в них нету духа духовного устремления и мастерства, потому что сцена – это, я не знаю, как хирургический стол. Там сразу видно, ты вообще имеешь моральное право. Что такое сцена? Это возвышение. Все сидят, а ты поднимаешься, и все тебя как рентгеном оценивают. Если ты не захватил их души, их сердца, их эмоции, они, если есть раз, к тебе не придут. Вот. И экономика сегодня выглядит так. Не в смысле того, что не ходят люди в залы, а просто не на кого ходить. Вот если, например, какой-то маститый, проверенный любовью людей, там, артист пишется, там, на заборе, там, фамилия, вот он приедет. Конечно, люди к нему придут, потому что они ему доверяют, что это будет качественно, красиво и так далее. Вот, мне кажется, в этом беда. Спасибо.